В эфире итоги недели программа актуальных и политических событий на канале КНЕСЭТ. С вами Нола Ви. Здравствуйте. Менее трех недель до выборов в КНЕСЭТ. Итоги недели подведем с Габи Вольфсоном, журналистом и политическим обозревателем сайта Ньюсру. Скандал вокруг деятельности комиссии по выезду, электронные браслеты и обещания министра транспорта позволит израильтянам беспрепятственный въезд в страну перед выборами. Обсудим ситуацию с депутатом партии НДИ Евгением Совой. Кто ответит за экологическую катастрофу с разливом нефтепродуктов у берегов Израиля? И когда посещение пляжа станет безопасным, узнаем у Лидии Мордвински из организации «Магомайя рука». А также признание богатцем реформистского и консервативного гиюров примитивно к закону о возвращении вызвало бурные политические реакции, в том числе от правящей партии. Какие последствия имеет это решение? На этот и другие вопросы ответит руководитель отдела гиюра движения реформистского иудаизма Григорий Котлер. Но все это на нашей программе прямо сейчас. По данным Израильского института демократии, единственная демократическая страна в мире, запретившая гражданам вернуться домой, это Израиль. Закрытие аэропорта и жесткие ограничения квоты на въезд призваны защитить Израиль от проникновения мутаций. Но результаты журналистского расследования 12 канала раскрыли целый ряд проблем в деятельности комиссии по въезду в Израиль. В том числе преобладание представителей ортодоксального сектора, получивших разрешение, в то время как другим приходится ждать неделями, а то и вовсе довольствоваться отказом. Наш первый гость – депутат партии Индии Евгений Сова. Здравствуйте. Здравствуйте, Нуа. Говорят о демократии, об этом говорит и министр Кац, который на этой неделе дает интервью и говорит, нужно дать израильтянам возможность реализовать их демократическое право и проголосовать. Почему же им не давалось такое право в отношении возвращения домой, в свою страну? Я думаю, что нужно сказать спасибо Кацу за то, что он вообще вспомнил, что есть гражданские права. Министры, которые говорят лозунгами, не понимая вообще, что стоит за этими лозунгами. Давайте начнем с самого простого. Мы на протяжении 10 месяцев партии «Наш дом Израиль» предупреждали о ситуации вокруг аэропорта Бунгурион. Я лично член экономической комиссии неоднократно поднимал этот вопрос и говорил простую вещь. Вместо того, чтобы заниматься кому можно, кому нельзя, приезжайте, тем более выезжайте из Израиля, сделайте простую вещь. Обижите всех, кто прилетает проходить проверку. Человек перед вылетом из Москвы, Киева, Нью-Йорка, Франкфурта, не имеет значения, делает проверку, затем прилетает в Бунгурион за счет государства, делает еще одну проверку, три дня максимум карантина, если все в порядке, он освобождается. То есть нужно было решать эти вопросы. Чиновники из Минздрава утверждают, что даже трехдневный карантин не решает проблемы, потому что после того, как люди приезжают в Израиль, возможно, в течение 10-14 дней может объявиться инфекция или мутация, не дай бог. Окей, не три дня, сделайте пять дней, сделайте семь дней. Вы не можете лишать гражданина, у которого нет паспорта другой страны, возможности вернуться в свою страну. Теперь, Нуа, вы должны понять очень простую вещь. Первый раз, когда я начал говорить об этом, 8 февраля, на заседании экономической комиссии, на меня посмотрели, ну, что ты там рассказываешь про людей, которые застряли в Москве, в Киеве или в Кишиневе. Мол, ты же русский депутат, ты только думаешь о своих избирателях. Так мне было сказано, причем сказано это было в кулуарах. Когда я начал разговаривать с журналистами в редкоязычных СМИ, я вам сейчас открываю даже маленький секрет, мне сказали, это не тема, это было мне сказано, я сказал, вы с ума сошли? Сотни, если не тысячи граждан, которые застряли за границей, застряли причем не по вине, не по собственной вине, а потому что они туда полетели до закрытия Бангуриона, не могут вернуться домой. Теперь это не люди с двойным гражданством, это люди, у которых единственный паспорт, израильский паспорт, и они застряли в Киеве, в Кишиневе, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Хабаровске. В конце концов, когда эту тему начали поднимать депутаты, к которым начали обращаться, из Канады, из Германии люди, из Франции, вдруг это стала общенациональной проблемой, и вдруг выяснилось, что оказывается за границей есть десятки тысяч граждан, которые хотят вернуться. Вся эта история с комиссией, с Вадат Харигим, я считаю, что ее нужно расследовать, даже после того, как было принято решение отменить эту комиссию. Я приветствую данный шаг правительства. Насколько я понимаю, решение предполагает оставить ее в каком-то укороченном составе, уменьшенном составе. Она будет рассматривать какие-то единичные случаи. Смотрите, у нас есть правила, четкие правила, даже несмотря на то, что во всем этом балагане есть правила. У нас Рашют Ахулсин Багира, то есть Управление по регистрации населения, имеет четкие правила, четкие параграфы, кого можно впускать, кого нельзя впускать. Но поймите, эта ситуация абсурдная, когда ко мне обращается израильский гражданин, который вылетел в Грецию задолго до закрытия Бангуриона, со своей супругой, у которой есть израильский паспорт, но нет израильского Дархона. У них годовалый ребенок. Они полетели по своим делам, и ему нужно было вернуться, вернуться, потому что у него... И вернуться он не смог. Это, к сожалению, очень распространенная история. Секунду, но он вернулся, потому что он смог показать, что у него есть судебное заседание по одному из дел, которые он ведет, а супругу его оставили в Греции. То есть он вернулся с годовалым ребенком, а супруга осталась в Греции только потому, что она вылетела туда по инстаграммам. Мы знаем, что таких ситуаций совершенно безумных, к сожалению, немало. Заместитель гендиректора Министерства транспорта Шилу Адлер сказал, что чаще всего в комиссию с ходатайствами обращаются именно русскоязычные депутаты, хотя журналистское расследование Лукача и Гершмана с 12 канала демонстрирует совершенно иное. Есть ли основания для подобного заявления? Во-первых, то, что сказал Шилу Адлер, лишь подчеркивает, что действительно мы занимались этим вопросом. И я рад, что не только я и мой коллега Алекс Кушнир и депутат Неста Константин Развозов, мы эту тему поднимали, поднимаем и будем поднимать. Мне удалось добиться тогда рейса из Киева. Костя Развозов сумел добиться рейса из Москвы. Саша Кушнир постоянно, Алекс Кушнир постоянно поднимал этот вопрос на законодательной комиссии, где он провел несколько заседаний. Это давление русскоязычных депутатов дало свои плоды, потому что в конце концов это поднимается на повестку дня, это поднимается в Кнессете. И при всем уважении к Шилу Адлеру, это чиновник. Он не может решать судьбы людей и не может делать то, что противоречит не только законодательству, но и здравому смыслу. Но, к сожалению, именно чиновникам дали это право решать судьбы людей. Сейчас мы слышим цифры 7 тысяч, 1000, 3000. Откуда берутся эти цифры вообще? Кто знает, сколько граждан может въехать в Израиль и не подвергать риску заражения или привнесения сюда нового вируса? Эти цифры связаны со способностью чиновников другого ведомства или службы тыла контролировать людей, которые находятся вот в этих гостиницах. Когда я задал этот вопрос высокопоставленным чиновникам Минздрава, скажите, откуда у вас вообще в голове появились эти цифры? Сначала 500, потом 200, потом 2000, сегодня 3000. Знаете, что мне ответили? Я не буду называть имена этих чиновников, вы прекрасно хорошо знаете, кто это такие. Они сказали, мы не можем наблюдать тяжелые кадры, когда люди, закрытые в гостиницах, переворачивают стулья и столы, начинают бить двери и пытаются вырваться наружу. Я сказал, это что, зоопарк какой-то? То есть вы расписываетесь собственные способности контролировать процесс въезда граждан страны в свою страну. Вы с ума посходили или что? Но я вам хочу маленький пример того, той безалаберности, которая происходила в этой комиссии. Когда мне удалось добиться рейса из Киева, после того, как этот рейс уже приземлился в Израиле, оказывается, мне рассказали очевидцы, что ночью компании «Исраил» надо отдать должное. Здесь я полностью склоняю шляпу перед гендиректором Ури Сиркесом, который сделал все для того, чтобы этот рейс был. Несмотря на угрозы его адрес, мне сказали такую вещь. Ночью люди приходили на рейс, которые ждали по несколько дней решения вот этой комиссии. И не дождавшись решения, не смогли сесть на самолет в Израиль. А представители ультратароксального сектора, которые приехали из Умани и даже не знали, что нужно подавать эти бумаги, на месте обращались к какому-то махеру, я даже не знаю, кто это такой, который на месте заполнял им бланк и на месте давал им справку. Теперь скажите мне, это разве не повод для расследования, чтобы проверить, кто этот человек, который на месте выдавал эти справки, и почему оказалось так, что многие русскоязычные граждане, которые все делали по закону, и которые обращались в эту комиссию, остались потом еще целую неделю, даже полторы недели в Сирии, потом был еще один месяц, и они смогли. Все, что касается деятельности Мангуриона во время эпидемии, безусловно, заслуживает очень серьезного расследования. Господин Сова, давайте коснемся политической темы, невозможно избежать ее за несколько недель до выборов. Я смотрю на опросы, я думаю, многие граждане Израиля смотрят на опросы, и мы видим, пятые выборы приближаются с огромной скоростью. Можно видеть и шестые, и седьмые, пока у нас один человек, премьер-министр Нетаньягу, тянет нас постоянно на бесконечные выборы из-за того, что он хочет остановить свое судебное заседание. Пускай каждый делает для себя свой вывод. А Виктор Либерман буквально несколько недель назад, если я не ошибаюсь, неделю назад на конференции «Идиот Охронот и Уайнет» сказал, что в этот раз Нетаньягу придется уйти. На чем основывается его уверенность и насколько она актуальна сейчас? Это основывается на том, что уже сегодня по опросам есть подавляющее большинство для смены Бениамина Нетаньягу и смены нынешней коалиции. Обратите внимание, мы сегодня, если возьмем 4 партии, о которых мы говорим, это Тиква Хадаша, это Наш Дом Израиль, это Ешатит и даже Ямина, потому что мы видим, что в конце концов все будет зависеть от расклада внутри этого блока. Мы видим, что есть сегодня уже коалиция, которая способна сменить действующую власть. Это коалиция во главе с Яроблопидом? Я не знаю, кто будет во главе, потому что схема очень простая. Мы со своей стороны предложили формулу, если все 4 лидеры 4 партии договорятся войти в коалицию, тогда нужно смотреть, кто имеет наибольшие шансы из этой четверки и кто имеет больше всего мандатов. Больше всего мандатов имеет Ярлопид на данный момент. Секунду, 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 но. Если Ярлопид имеет больше мандатов, но Гидон Сар и Нафтали Беннет продолжают играть в игру и не соглашаются войти в эту четверку, тогда это нерелевантно то, что мы предлагаем. То есть если мы договоримся и оставим эго в стороне, как предлагает Эвиктор Либерман, потому что я знаю, что и Нафтали Беннет хочет сменить власть, при этом пытается, не понимает, будет он внутри или не будет внутри. Гидон Сар, естественно, хочет сменить власть, при этом не понимает, хочет ли он ультра-ортодоксов, не хочет он ультра-ортодоксов. Он должен для себя определить. Если мы видим поведение ультра-ортодоксов как часть проблемы, зачем же ты хочешь эту часть проблемы принести в свою коалицию для того, чтобы что, продолжать быть с этой проблемой или решить эту проблему? То есть я думаю, что ближе к выборам каждая из партий будет более четче выражать свою позицию. Я надеюсь, по крайней мере. Наша позиция более чем четкая. Мы сказали, чего мы хотим. Я надеюсь, что мы не просто останемся на отметке, которую мы получаем сегодня в вопросах. Я надеюсь, мы увеличим свое представительство. Будем надеяться, что действительно у граждан страны будет меньше сомнений перед выборами. Последнее слово. Все лидеры партий и все партии должны четко сказать, чего они хотят. Потому что если будут размыты границы, обещания, мы увидим ту же картину, которую мы видели ровно год назад, когда Бенни Ганн сказал, что он не войдет, а потом вошел, а потом он удивляется, что его партия не проходит электоральный барьер. Если каждый политик и каждый лидер будет четко говорить, что он хочет, поверьте, у нас все будет хорошо. Господин Саван, мы будем надеяться, что у нас все будет хорошо, а главное, что все-таки нам не придется пойти на пятые выборы. Спасибо большое за разговор. Всего наилучшего. Спасибо вам. Дерри Алапиде. Он превратит субботу в день шопинга и разделит стену плача. Обещание Мири Регев предоставить всем израильтянам возможность въезда в Израиль с целью голосования, а также обострение борьбы за голоса в правом лагере. Политические итоги недели подводим с Габи Вольфсоном, политическим обозревателем сайта Ньюсру. Здравствуйте, Габи. Добрый день. Господин Вольфсон, менее трех недель до выборов, и в правом лагере борются за каждый голос буквально всеми доступными средствами. Кто, на ваш взгляд, делает это лучше всего? Я бы сказал, что борются не только в правом лагере, борются во всех лагерях. Если вы спрашиваете меня о правом лагере, то в настоящий момент все, ну, дотейт партия во главе с специальным смотрищем при участии Тамара Бенгвира. Стабильно проходит электоральный барьер, они набирают от четырех до пяти мандатов, причем, насколько я понимаю, в тех опросах, где они набирают четыре мандата, это четыре ближе к пяти, а не ближе к трем, то есть они не на грани электорального барьера. Поэтому эта партия в известном смысле хочется надеяться. Для них, по крайней мере, проходит электоральный барьер. Тут есть еще один нюанс, о котором я стал известен на экономе. Ликуд и эта партия пришли к соглашению о том, что Ликуд не будет вести кампании людей из Самарии среди поселенцев для того, чтобы обеспечить этой партии преодоление электорального барьера, поскольку она понимает, что эта партия определенно его поддержит. В отличие от прошлых предвыборных кампаний, когда глава правительства активно боролся за голоса правого электората, за голоса поселенцев, что снижало популярность, снижало электоральную привлекательность. Ямин и Байт-Юудей в любых ее ипостасях. На сей раз, на этом, судя по всему, этого делать не будет. Он будет больше бороться за голоса избирателей Гидуана Сара, Яира Лапиды и остальных. Яира Лапиды активизировал свои усилия на русской улице, назовем это так, в русскоязычной среде в Израиле, а также в арабском секторе. Он там видит большой потенциал? Что касается русскоязычного сектора, нужно отдать должное Яира Лапиду. Он всегда был достаточно активен в этом секторе, в отличие от многих других партий. Партия Ешатид всегда очень активно работала среди русскоязычных израильтян. Это касается и готовности Яира Лапиды, и членов его списка давать интервью. И других аспектов. Что касается арабского сектора, то там ситуация очень и очень непростая. Мы все видим снижение популярности объединенного арабского списка. Эта партия набирает 8-9, иногда 10 мандат. То есть 5 мандатов уплыли частично в сторону Мансура Аббаса и партии Раан. Есть примерно 1-2, по некоторым оценкам, 3 мандата, которые свободны и за которые борются лидеры сианинских партий. То есть партия Мэра борется, партия Абудра борется. Яира Лапид тоже. Мне кажется, что больших достижений и много сочных плодов он там не найдет, потому что нельзя одновременно утверждать, что ты являешься центристкой партией, союзским уклоном вправо с другой стороны бороться за арабские голоса. Но в этой ситуации сейчас, когда выборы настолько напряженные, и решаться все будет одним-двумя мандатами, ни один голос нельзя упускать, поэтому Лапид делает то, что делает. Компания Беннета все еще выглядит невнятной, очевидно, уже времени практически не остается, а останется такой до конца. Что предпочитает и что предпочтет Ямина в последний момент? Это вопрос миллиона долларов. Дело в том, что все будет зависеть от партии Ямина после этих выборов. У Бениамина, на Тенеяу, нет коалиции без партии Ямина в любом случае. Неизвестно, будет ли у него коалиция с партией Ямина, но без партии Ямина в любом случае у Натанияу коалиции нет. Поэтому Натанияу предложить ему полцарства еще немножко больше, для того, чтобы привлечь его на свою сторону. С другой стороны, Ямина обязалась не входить в коалицию, которую возглавит Яир Лапид. Для них, словами, они попытаются сформировать тот или иной блок стекла Хадаша, если не пройдет с Натанияу, я подчеркиваю, это не очевидно, но если они не пройдут с Натанияу, то они попытаются сформировать тот или иной блок стекла Хадаша и прийти к президенту, представив себя как единый список, как единую фракцию, которая не исключено будет больше, чем Ешатит. Ешатит уже готовит ответную меру, ведя переговоры, насколько я знаю, с партией «Наш Дом Израиля», создание аналогичного контрблока. То есть мы после выборов можем обнаружить не два, а не три, а четыре блока. То есть блок Натанияу и его сторонников, блок Саар-Беннет, блок Лапидли-Бирман и влево. И буквально, совершенно коротко, вердикт Богаца о признании реформистского Геора применительно к закону о возвращении на фоне предвыборной кампании ставит Натанияу в не слишком удобное положение, но он дает какое-то реальное преимущество его соперникам? Нет, этот вердикт не ставит Натанияу в не новое положение, но этот вердикт в равной степени помогает всем партиям, все партии, опираясь на этот вердикт, обостряют свои позиции, обозначают свои позиции. В середине февраля на израильское побережье штормом выбросило сотни тонн нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения свыше 150 километров. В результате экологической катастрофы погибли разные виды морских животных. А пока ведутся поиски виновника происшествия, специалисты подводят печальные итоги нанесенного урона. С нами на связи Лидия Мордвинский из организации «Мега-Майя-Рука». Здравствуйте, Лидия. Здравствуйте. Насколько существенной является эта катастрофа и какие она имеет краткосрочные и долгосрочные последствия? Эта катастрофа, которую мы наблюдаем у берегов Израиля, является самой серьезной экологической катастрофой за последние годы. И, к сожалению, вполне возможно, что этим летом мы не сможем купаться в море. И плюс ко всему, как вы сейчас сказали, пострадало очень большое количество животных и вся морская среда. На каком этапе находится акция по очистке пляжей? К сожалению, правительство Израиля не было готово справиться с подобными бедствами. Возлагает ответственность очистку на пляже, в основном на граждан. Организации, с которыми мы сотрудничаем, они уже две недели организовывают операции по очистке. И это помогло. В конце концов правительство выдало какой-то бюджет для очисток. Но, с одной стороны, правительство выделяет бюджет на борьбу с катастрофой, а с другой стороны, оно одобряет проекты бурения нефтяных и газовых скважин, которые могут вызвать гораздо более серьезную катастрофу, чем мы видели. Говорится очень много о том, что ущерб, нанесенный будет долгосрочным. Вы затронули тему купания летом. Когда действительно можно, о каких сроках можно говорить о ликвидации последствий этой катастрофы, хотя бы минимальных? К сожалению, сейчас это неизвестно, потому что очистки очень помогли, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы все равно видим опять, что было еще одно пятно, и потом еще одно пятно в течение этой недели внутри моря. Если сейчас опять, например, будет буря, это опять мы все это увидим на пляже. А то важно знать гражданам. Сейчас купаться нельзя вообще нигде? Сейчас не рекомендуется купаться. Министерство здоровья... Министерство здравоохранения, да? Да, извините. Говорит, что не стоит купаться. То есть нельзя. И восстановление, разумеется, после того, как будет все очищено, восстановление флоры, фауны займет много лет? Десятки? Сотни? Так говорят эксперты, что да, это может взять как минимум 10 лет. Как минимум 10 лет. Лидия, спасибо большое. Будем надеяться, что прогнозы будут более оптимистичными. И самые худшие прогнозы, разумеется, не оправдаются, что уже этим летом мы сможем вернуться на пляжи совершенно безопасно. Спасибо большое. Спасибо вам. После 15 лет слушаний в суде и отсрочки, предоставленной правительству для изменения законодательства, Высший суд справедливости богатств признал реформистский и консервативный геюр. Это решение, позволяющее прошедшим неортодоксальный геюр репатриироваться в Израиль в соответствии с законом о возвращении, вызвало ожидаемую острую критику ортодоксальных раввинов и представителей ультраортодоксальных партий. Посмотрим один из таких примеров. Один из таких крайних примеров. Вот мы сейчас посмотрели от партии ШАС. С нами на связи Григорий Котлер, руководитель отдела геюра движения реформистского иудаизма. Здравствуйте. Здравствуйте. Главные ашкенадские и сефардские раввины Израиля уже заявили о непризнании решения высшего суда, а не менее острое заявление сделали и секторальные политики. На практике это решение изменит существующую ситуацию? Конечно. Дело в том, что в первую очередь это решение касается нескольких десятков людей, в основном женщин, которые прошли реформистский геюр, не будучи гражданами Израиля. И на основании этого решения суда они, наконец, после 15 лет ожидания получат израильское гражданство. Нам очень важно это признание. Еще раз очень важно подчеркнуть, что суд не принимает законы. Суд принимает решения на основании существующих законов. Закон о возвращении гласит, евреем считается тот, у кого мама еврейка, либо прошел геюр. Какой геюр в законе о возвращении не указан. Поэтому, согласно нынешней букве закона, всякий геюр реформистский, консервативный, ортодоксальный должен признаваться государством Израиля. То, что говорят об этом различные ультра-отодоксальные политики, не должно нас беспокоить. Насколько я помню, в законе о возвращении говорится об одном из родителей евреев, не только о матери. Но, тем не менее, глава правительства... Нет, 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 минутку, минутку. Давайте уточним. Я сейчас процитировал то, кого считают евреем, не того, кто имеет репатриацию. Евреем считают его мамы еврейка. Репатриация имеет также сын еврея и внук еврея тоже имеет право на репатриацию. Это очень важный момент, который, безусловно, важно уточнить. Глава правительства Нетаньяу воздержался от комментария по этому поводу. Но партия Ликуда публиковала в Твиттере реакцию на вердикт, согласно которой решение высшего суда угрожает закону о возвращении к основе существования Израиля как еврейского и демократического государства. Выходит, реформистский геюр угрожает суверенитету страны или же данная реакция продиктована необходимостью успокоить ультра-ортодоксальные партии перед выборами. Я совершенно согласен. Последние годы Ликуд очень зависимо от своих ультра-ортодоксальных партнеров по коалиции. По-видимому, это заявление вызвано необходимостью, так сказать, сделать поклон в их сторону. Реформистский геюр никоим образом не угрожает закону о возвращении государства Израиля наоборот. От того, что приедут еще сюда несколько человек, прошедших реформистский геюр, государство Израиль только укрепится и усилится. Никогда новые репатрианты не ослабляли государство, а прямо наоборот. На практике у правительства, например, будет создано очень правое правительство, в котором попробуют предпринять что бы то ни было, чтобы отменить это решение или принять какое-то решение, которое сделает его неактуальным. Насколько такой сценарий может быть реальным? Конечно, такой сценарий возможен. Я хочу напомнить, что первые попытки изменить закон о возвращении таким образом, чтобы признавать только ортодоксальный геюр, предпринимались партией ШАС и ее товарищами по коалиции еще в 1996 году, во время первого правительства Нитанияу, 25 лет тому назад. Но эти попытки не увенчались успехом и в прошлом, я думаю, что и не увенчаются сегодня. Потому что большая часть КНЕС, большая часть израильского общества, а также наши друзья и партнеры в США и в других странах, где реформистское движение составляет большинство, все эти люди, так сказать, они видят в реформистском геюре легитимную правомерную вещь и они будут против этого закона. Попытки будут предприниматься. Я уверен, что нам удастся их отклонить. Этот вердикт вступает в действие моментально? То есть уже сейчас люди, которые прошли реформистский геюр, могут претендовать на репатриацию по закону о возвращении? В том, что касается тех, кто прошел геюр за границей, уже давно могут. Потому что еще до этого было решение о заграничных геюрах. Это решение об адвокации касается геюров, которые проходят внутри государства Израиль. И те люди, которые подали иск, и они записаны в этом списке подавших иск, они уже на следующей неделе смогут получить израильское гражданство. Что касается остальных людей, которые не в иске, но в принципе это же, так сказать, прецедентное решение, которое будет в адвокации их, должны быть выработаны какие-то постановления, какой-то порядок. Обращение. Обращение, получение и так далее, должна быть выработан какой-то бюрократический механизм. Но в принципе, на основании этого решения, эти люди тоже должны иметь право на получение гражданства. Ну что ж, хорошие новости перед выборами, они часто случаются, тем не менее, Григорий Котлер, движение реформистского иудаизма, спасибо и всего наилучшего. Спасибо вам. На этом наша программа подошла к концу. За последними событиями в израильской политике вы можете следить на наших страничках в Твиттере, в Фейсбуке и в сети Телеграм. А мы с вами встретимся на канале Кнесет ровно через неделю. Всего наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова